Дмитрий, у нас вот в гостях был буквально перед вами Николай Аганезов, и я употребил такой термин, скажем, такое слово, как война между государством и букмекером. Вы поддерживаете такую точку зрения? Можно это назвать войной? Нет, это нормальный процесс регуляции. Регулирование рынка должно быть, и регулирование нужно завершить. Его начали в 2014-2015 году, процесс регулирования начался, но он не закончился. Еще очень много вопросов, которые не закрыты. Государство должно правильно регулировать отрасль. Надо просто завершить несколько моментов, которые еще до конца не оформлены, законодательно не прописаны. Это государство этим должно заняться, и это должно завершиться. Другая проблема. Государство не должно допускать регулирования отрасли, чтобы это регулирование происходило в чьих-то личных целях, потому что в этом случае отрасль начнет деградировать, и, соответственно, это внесет за собой огромное количество последствий для всего рынка спортивного и организации соревнований, и медиа, и вообще для всей отрасли спорта. Вы не считаете, что на данный момент, что это кабальные условия, которые предлагаются букмекерам? А что кабального? Вот эти отчисления, скажем так. Нет, не считаю. Я не считаю, что это кабальные условия. Я считаю, что условия вполне себе пригодные и довольно комфортные для букмекерского отрасли. Я не могу их назвать кабальными. Если бы отчисления начались в районе 10-15% из каждой ставки, да, это было бы кабальные условия, и мы получили бы ситуацию, которая существует сейчас на рынке Польши. Несмотря на то, что это Европейский Союз, и, казалось бы, можно большое количество вопросов регулировать законодательствами Европейского Союза, у поляков не получается это сделать, и больше 50%, по-моему, последним следованием 60% рынка играет в серой зоне. И только 40% легальный. У Польши 12% налог с каждой ставки. Он уже не посильный, и букмекер вынужден этот налог брать либо с пользователя, либо с суммы ставки, либо с маржинальности, закладывать их в свою маржу. И пользователю становится уже неинтересно играть у местного локального букмекера, и он ищет пути, как поиграть на Западе. Ну, на Западе я имею в виду в нерегулируемых отраслях. Ну, в Кюросау, кто-то вообще даже без лицензии Кюросау предоставляет букмекерский продукт. Нынешние условия, они, на мой взгляд, близки к идеальному балансу между финансированием спорта и нагрузкой на бизнес букмекерских компаний. По вашему прогнозу, кто-то из российских букмекеров может уйти в серую зону в этом или в следующем году? Кто-то из небольших букмекеров может завершить свою деятельность из-за фиксированности платежа. Вот это вопрос, который можно обсуждать с государством. Скажем так, это минимальная сумма отчислений, которая равна 15 миллионов, 30 миллионов. То есть, просто большой минимальный платеж, он, конечно, бьет по маленьким букмекерам и невозможно начать работу небольшим букмекерам. С другой стороны, ну, а зачем тогда не должны небольшие букмекеры рынку? Российский рынок один из самых конкурентных на рынке как Восточной Европы, так и стран СНГ по количеству букмекерских брендов. Даже Румыния не может поспорить с российским рынком, хотя давно зарегулируемый рынок и большое количество западных брендов там присутствует. В других странах, ну, 4-5 букмекеров занимаются в основном, представляют отрасль. А в России их порядка там 15. Очевидно, что кто-то должен... По вашему прогнозу, мы кого-то потеряем, да? Ну, я думаю, что пару букмекеров должны прекратить свое существование, передумать, переаллоцировать ресурсы на что-то другое, либо, не знаю, создать новый бренд, поскольку старый не пошел. Может такая идея объединения, например, может возникнуть у них? Как думаете, такой вообще возможен процесс в букмекерском бизнесе? Консолидация рынка – процесс обязательный, он должен быть. На нормальных белых рынках так и происходит, когда крупные западные компании занимаются поглощением и объединением определенных брендов. Очень часто такое происходит. В российском рынке должно, но не скоро. Не скоро, я думаю, что в ближайших перспективе трех лет никто не консолидируется, если только, например, там какой-нибудь Беттери не передумает существовать и не вернет всю базу назад в фон Бетт, например. Но это чисто моя гипотеза, где могла быть какая-то синергия. Других пока не вижу. На конференции Игорь Стеллеров сказал, что мы думали, что на дне и снизу постучались. Вы думаете, что это вердикт окончательный и обжалованию не подлежит? Или, возможно, все еще переговоры идут и с точки зрения букмекерства ситуация улучшится? Может такое произойти? Мы не на то смотрим, не на ту проблему потенциального рынка мы смотрим. Вопрос с отчислениями, с единым регулятором, с единым ЦУПИСом, ЕЦУПСом, он уже закрыт, это закон. И его надо следовать. Постучаться уже никто не может, поскольку уже зарегулируем. Но есть большая проблема, которую мы плохо развиваем и развивали до этого момента. Это проблема ответственной игры и проблема удомания. Проблема игроков, которые становятся закредитованными и вся жизнь у них летит в трамп-терроры. И они не могут уже выйти из этой кабалы, они нагружены кредитами и они потихонечку сходят с ума. Людей рушится жизнь. Когда человек оказывается в такой ситуации, он не предсказуем. Он может совершить любое преступление, оправдывая это своей психологической неуравновешенностью. Мы буквально недавно прожили Казань с чудовищными преступлениями двух молодых ребят, вышедших с оружием в школу. Мы не можем спрогнозировать такого, условно говоря, черного лебедя, который мог бы произойти на рынке букмекерской индустрии. Если такой человек, лудоман, заигравшийся, проигравший все, проигравший квартиру, сидящий весь в кредитах и не может выплачивать, что ему мешает взять за оружие и пойти в пункт приема ставок и сделать то, что не должен делать ни один нормальный человек? У нас, к сожалению, в российском обществе и в российском государстве очень многие вопросы всплывают тогда, когда происходит какой-то такой черный лебедь. Когда вот сейчас произошло событие в школе в Казани, побежала регуляция рынка оборота огнестрельного оружия. Если произойдет какое-то такое событие в букмекерском рынке, обязательно пройдет очередная волна регуляции букмекерского рынка. Что с этим делать? Нужно самостоятельно при помощи всего рынка всем букмекерам собраться и выработать единую позицию, единые нормативы, единую организацию, которая будет этим заниматься. Полагаться на Министерство спорта или нового регулятора вряд ли можно, у них много других проблем. Это проблема нашей отрасли. Мы должны бороться с лудоманией, мы должны бороться с причинами этой болезни, не только с последствиями, мы должны находить ее на ранних стадиях. Сейчас, да, лудоман может себя исключить из игры, сказав, пожалуйста, исключите я лудоман, но мы же понимаем, что практически никто этого не делает. И их надо выявлять, надо выявлять на ранних стадиях. Нужны программные разработки, нужны психологические тренинги, нужно набирать психологов, которые могут помогать бороться с этой причиной, бороться с этой болезнью. У нас сейчас нет, сейчас если человек лудоман, ему некуда, ему некуда, некому обратиться. Просто ни одна из даже психологических помощей, назовем так, или клиник, не знает, как это побороться. У них нет этой программы. Это нужно перенимать с Запада, нужно переводить, нужно привозить сюда консультантов западноевропейских, которые смогли и добились большего прогресса в этом направлении, чем мы в России. Вот это то направление, над которым необходимо всему букмекерскому рынку сплотиться, а не относительно того, что много или мало у нас снимают на отчисления на спорт. Уже они зафиксированы, мы должны это принять как данность и отчислять, потому что мы все равно помогаем российскому спорту, пускай российский спорт на наши деньги развивается. А у вас вот есть лично у вас или может быть у вашей компании какие-то идеи по выявлению лудоманов, что-то такое? Какая-то программа есть? Работаете вы над этим? Я почему начал об этом говорить? Я, скажем так, прожил, прошел это через себя. Я увидел проблемы людей, скажем так, от первого лица. Я для себя осознал важность и существенность этой проблемы. И сейчас буду прилагать усилия для того, чтобы по всем регионам, за которые я отвечаю, тема лудомании поднималась на первые роли, и мы разработали некий план действий по этому направлению. Тут важно еще понять следующее. Каждый один в поле не воин. Если одна букмекерская компания придумает 10 решений по выявлению лудомания и ограничится этих людей, лудоман возьмет и пойдет играть в другую букмекерскую контору. И это не остановить. Этот процесс, который должна регулировать отрасль. Что это может быть? Сейчас поднимается вопрос единого реестра таких игроков. Правильно, он должен быть. Этот реестр должен взаимодействовать, например, с Центробанком и с единым кредитным рейтингом, который есть на каждого жителя нашей страны. У всех у нас есть свой кредитный рейтинг. Если он у тебя падает, значит ты закредитован. Значит, потенциально у тебя могут быть проблемы, связанные с, соответственно, игрой в букмекерских компаниях. Мы должны ограничивать его в игре и на земле, когда человек приходит в пункт приема ставок, делает ставку. Мы должны его ограничивать в игре, в азартных зонах, которые у нас есть на территории России. Там должна быть целая программа. Программа, которая должна работать вся отрасль. И нормативы и требования к букмекерам должна выработать отрасль. Как человека надо блокировать? Сейчас каждый букмекер определяет сам, как он будет блокировать того или иного человека. Должны быть определенные правила, должна быть регуляция, что человека можно, например, заблокировать на 7 дней, на 30 дней, на год. Как он может себя достать из этой блокировки? Если он просто придет в любой день, раньше времени скажет, разблокируйте меня, и мы его разблокировали, но это несерьезно. Должны быть какие-то правила. Я не знаю, как люди, которые в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, их лишают прав. Соответственно, они должны пойти и заново получить права. А если ты два раза попался, то тебя навечно лишают прав. Если я не ошибаюсь, я сейчас до конца не помню законодательство по этой теме. Но почему бы нет? Почему бы не разработать вот такое? То есть, грубо говоря... Если бы не получилось вот это постучать со дна, потому что когда он придет, вдруг, не дай бог, он там, я не знаю, убьет семью, или, не дай бог, начнет стрелять в пункте приема ставок, или придет, я не знаю, в офис букмекерской конторы что-то или где-то делать. Все, что угодно может произойти. Человек неуравновешен. И это все всплывет до суперскандала, про который будет говорить вся страна, мы можем просто попасть в ситуацию, когда сверху посмотрят, скажут, да не, вообще закрытие все. Даже не обсуждая, сколько денег мы даем на спор, даже не обсуждая, как важна букмекерская отрасль для развития индустрии в целом. Просто скажут, закрытие все. А это актуальная проблема, актуальная проблема, которую пока все предпочитают обходить стороной, либо говорить общими словами. Нам нужны какие-то действия. То есть, как вариант, например, выдавать те же права, скажем так, чтобы кто-то мог поставить и без этих прав, ну как вот на машине можешь ездить без прав, и где ты проходишь психологическую, да, какой-то, работает психолог, там еще какие-то специалисты, да, как вариант. Вот есть единый реестр игроков, у которых есть проблемы. Если человек туда попадает, то его не должны обслуживать нигде. Мы не будем говорить там про идентификационные номера, коды, это все сложное, это вся сложная история. У тебя есть ИНН, вот тебе твой идентификационный код, зачем как бы тебе права. Вот ИНН, пожалуйста, мы не можем ограничивать свободу граждан, делать ставки или не делать, только в том случае, если он болен. Если он болен, то действительно мы тогда его ограничиваем, как мы ограничиваем его с правами. И приблизительно вот я себе это вижу так. Почему была проблема сейчас на рынке? У нас, знаете, два СРО. Два СРО друг с другом не в очень хороших отношениях. Чтобы одно СРО договорилось с другим СРО или один ЦУПИС, договорилось с другим ЦУПИС, да, ну, я не знаю, что должно было бы произойти. Каждый существовал как кошка с собакой, одни и вторые. Сейчас у нас единое, фактически, СРО, как угодно, будет у них ассоциация или не ассоциация, про которую говорят, или это будет какой-то другой единый орган. Сейчас все вместе. Когда мы сейчас все вместе, тогда мы точно можем решить эту проблему. Когда мы были поодиночке, нас была всегда озабоченность тем, что, а, ну, мы в нашем СРО это сделаем, а что скажут дело в другом СРО? Они ничего не сделают, они дадут игрокам играть, и все игроки из нашего СРО, от всех наших брендов перетекли в той СРО, и все, и это всех, естественно, волнует. Но если сейчас правило общее для всех, тогда мы сможем эту проблему решить, уверенно. Давайте, Дмитрий, душа приятного. Давайте. Сейчас чемпионат мира по хоккей. Сенсация не сенсация. Да. Прима идет, скажите честно. Да. Мало. Хотелось больше или... Мало внимания к чемпионату мира по хоккей. А, вот так вот. Да. Недостаточное внимания к чемпионату мира по хоккею ввиду небольшого количества звезд, принимающих там участие. Я, честно говоря, смотрю на нашу сборную России по хоккей. Далеко не всех хоккеистов я знаю. Я люблю хоккей, но даже некоторые фамилии у меня вызываются. То есть настольных теннисистов вы больше узнаете даже, чем... Стольных теннисистов я вообще не знаю. Вообще не знаю. Теннисистов знаю. А настольных нет. Ну, мне кажется, недостаточное внимание. Может быть, коллеги поспорят. Интересно будет посмотреть по результатам этой недели телевизионные рейтинги, трансляции, сколько они собирают. И как распределяется внимание аудитории к тем или иным матчам. То есть от хоккея вы больше ожидали, да, честно сказать? От внимания, да. Либо все ожидают. Так оно происходит, на самом деле, довольно часто. Это когда в четные годы внимание к чемпионату мира по хоккею всегда пониже из-за следующего за ним крупного футбольного события. Сейчас все думают больше про наступающий Евро и следующую Олимпиаду, чем про текущий чемпионат мира по хоккею. И это сказывается, на мой взгляд. Это мое личное мнение. Вы готовитесь как-то к Евро? У вас есть какие-то там, скажем так, в рукаве козыри перед другими вашими конкурентами? Не думаю, что мы как та компания, которая имеет в рукаве козыри по отношению к Евро. Поскольку все-таки вопрос прав, вопрос телевизионных трансляций, вопрос того тендера, который был на матч ТВ, и коллеги, получившие права рекламироваться во время матча чемпионата Европы по футболу, естественно, будут иметь преимущество. Мы будем стараться работать с текущей базой, работать на ретеншн активностями, работать над бонусами, какими-то акциями во время чемпионата Европы. Но все-таки сравнить, сказать, что это козыри нельзя. Это скорее постоянная ежедневная работа, которую мы осуществляем. Ну, пара акций будет, ну да, какие-то там, где-то какие-то подарки будут. Но прям вау-эффекта, к сожалению. Мы в этом плане уступаем конкуренту. Говорящего дивана у вас не будет? С механическим апельсином? Нет. Нет. Хорошо. Вы такой, кто был на конференции, слышал, дали небольшой такой лайфхак, скажем так, для американского футбола. Как думаете, воспользуются им? Думаю, они обиделись на меня. Обиделись? Нет, почему мне так показалось. Не знаю, всем зашло, сейчас скажу. Ну, мне кажется, это просто лежит на поверхности, подобные действия. И федерациям нужно выходить за, скажем так, за пределы своего сознания того, что они федерации и являются в неком смысле государственной организацией. Надо смотреть немножко шире, и, возможно, успех придет именно за счет таких бандлов с другими брендами на мировом пространстве. Потому что, естественно, очевидно, что тяжело это сделать. Ну, понятно, американский футбол в России малопопулярен, так же, как и бейсбол. Ну, бейсбол может быть фактически все то же самое, что у американского футбола. Бери, да делай, принимай права, популяризируй здесь вид спорта. При популяризации вида спорта у тебя увеличивается количество детей в детско-юношеских школах. Как только растут дети в детско-юношеских школах, растет внимание родителей, родители начинают перекладывать свое внимание на телевизор, на другие трансляции. Все это вот потихоньку-потихоньку, кирпичик за кирпичиком, выстраивается в полноценный интерес к виду спорта. Ну, и последний вопрос. Если бы мы сейчас переместились во время, надеюсь, это вперед. Да, сейчас было бы не 21, а 31. Мы бы с вами только о виртуальном спорте разговаривали или нет? Скажу немножко громко, но классический спорт должен умереть. К сожалению, спорт высших достижений будет тяжело удержать, справиться с этой конкуренцией, с профессиональными лигами и с новыми видами спорта, которые появляются. Ведь UFC фактически это новый вид спорта. То, что произошло, вот эта UFC лига, это новый вид спорта. И такое будет появляться везде. Вот эти адаптации тех или иных видов спорта или сочетание различных видов спорта в какой-то новый, это то, чем будут заниматься в будущем. Виртуальный спорт, безусловно, да. Рост киберспорта, рост внимания, но он зависит, киберспорт зависит от издателей игр. Он не зависит от индустрии или от каких-то федераций. Он зависит от издателей игр. Если издатели игр будут придумывать крутые игрушки, они будут популярны у киберспортсменов. Заметьте, сейчас все продолжают играть в Counter-Strike и в Dota. Но, например, появился PUBG, пошла популярность PUBG. Как только появляется новая игра от нового издателя, если она заходит в аудитории. Киберпанк, например, он не зашел в аудитории. И если тут еще важно, чтобы игра была доступна для онлайн соревнований, для проведения каких-то турниров, чтобы был заложен элемент, соревновательный элемент игры друг с другом. Если это будет, будет круто. Я слышал сейчас от коллег из Федерации бокса, что на носу новый бокс-симулятор. Не от Electronic Arts, а от другого издателя. И это может поменять индустрию, потому что люди начнут играть... Ну, не люди, я имею в виду игроки, начнут играть в бокс, в кибербокс, скажем так, интерактивный бокс. И это займет внимание, где-то отвлечет от киберфифы, или от кибер-НХЛ, или кибер-ЮФС. Вопрос в рост киберспорта зависит напрямую от издателей. Как быстро они будут выпускать игры. Это не так быстро происходит. Они не могут за полгода выпустить новую игру. Это всегда процесс растягивающий как минимум на 5 лет. А пока спорт у нас не умер, тогда смотрите чемпионат мира по хоккею и смотрите чемпионат Европы и болейте за нашим. С нами был Дмитрий Сергеевич. Спасибо вам большое. Спасибо, очень приятно было с вами общаться.